Как психолог, я, вы видите, тоже все-таки требует у меня душарность некоторой корректировки. То есть, по сути, конечно, когда мы говорим о гендерных стереотипах, это все-таки что-то, что имеет отношение к чертам характера, видам деятельности и так далее. А вот тогда сама вот эта идея с абсурдными какими-то категориями, это то, что Сандра Берн называет «гендерная схема». Есть как бы, да, такое понятие. И гендерная схема как раз она интересна тем, что она захватывает вещи, которые напрямую к человеку не относятся. Но действительно, то есть мы в повседневной жизни не задумываясь над этими картинками, там, как я иду, говорила, или про цвета. И понятно, что мы их используем как по-разному, в зависимости от контекста. Но тогда вот возникает такая задача, то есть, посмотрите, там мы все, в принципе, более или менее с ней справились. То есть люди отличаются по тому, насколько у них развита гендерная схема, ну и второй момент, насколько они ей пользуются. То есть это тоже отдельный такой параметр. И тогда получается, что когда мы склонны, то есть есть исследования, которые показывают, что если мы склонны использовать вот эту гендерную схему, то есть если мы склонны действительно предметы кодировать на вот эти вот мужские и женские, это мы можем делать, вот как мы сейчас делали по задаме, да, а можем делать в повседневной жизни. И вот я когда-то облаконку услышала, вспомнила пример, мне коллега рассказывала, значит, она купила, хотела, значит, страдки, ну, школу детям купить, ну, для класса. И купила, решила, что она пойдет против сериалитов и не будет покупать, значит, вот это все розовое с блестками, значит, для девочек, если что-нибудь синенькая, то мальчик. Потом купила семь синенькая, она купила, значит, машинки и мотоциклы. Решила, что дети выберут сами, что им больше нравится. Но учительницам разрешила это сделать. Учительница ее окружала, осталось, что это все неправильно было выбрано. Значит, и раздала машинке девочкам, а мотоцикл мальчикам. То есть, как бы, все-таки, когда вот возникает этот вопрос, как вот здесь, да, задача, то есть, когда все-таки вот настраивают, мы все равно можем это как-то разложить. Какое-то вот такое объяснение, обоснование возникает. Так вот, естественно, я сам этот вопрос показываю, что, ну, с одной стороны, психологов как бы интересовало. Да, стереотипы, шаблоны, они нужны, с одной стороны, вроде бы психологической точки зрения, для того, чтобы облегчать нашу работу с информацией. И, да, возникает ощущение, что, ну, стереотип, значит, как бы, да, вот его функция в том, чтобы нам не нужно было каждый раз по новой узнавать и, ну, там, принимать какие-то решения, а можно было бы иметь готовые решения, готовые схемы. Но ее исследования показали, что, там, допустим, на объем памяти, то есть, если при работе с информацией говорим, да, что стереотип может помогать работать с информацией. Например, на объем запоминаемого стереотипа гендерная схема не влияла. Она исследовала людей с разной гендерной схемой, если не разной, то им предъявлялись слова. И слова, кстати, вот тоже, вот, они были подобны, например, таким же образом, как котики. То есть, там были имена собственные, там были названия животных, птиц. Я знаю, что Снегири и Снегири, они явные, я думаю, различные. Вот воробьи гендерные не знают историю. То есть, это там, как бы, тоже предварительно они разбирали. Предметы одежды и глаголы. Вот тоже казалось бы, вроде бы, глагол, он как бы не гендерный, но тоже там для плакать. Да, да, вот, например, плакать, сидеть, не играться, например. То есть, как бы, тоже мы можем понять, какой из них какой-то. И вот эти слова предъявлялись в производном порядке. И людей просили запомнить как можно больше таких слов. Значит, соответственно, было ожидание, да, что люди с гендерной схемой, возможно, запомнят слов больше, раз вот у них так, значит, все хорошо раскладывается, они не тратят на это время, как мы размышляли, когда же это все-таки положить. Но оказалось, что, ну, просто у людей разная память, то есть, что это не связано с их стереотипами, которым они подвержены или неподвержены. И тогда, ну, как бы, да, то есть, про просьба получается, что с точки зрения объема, запоминаемая информация стереотипами, вот эта схема, она мне помогает. Но, когда вы стали смотреть, как именно эти слова воспроизводились, поскольку у которых просеялись производить в случайном порядке, просто как запомнили, то выяснилось, что порядок был сильно неслучайным. И отличался у людей, из которых эта гендерная схема ярко выраженная, из которых менее развита. Соответственно, те, у кого развита гендерная схема, они как раз вспоминали, например, раса, вспоминали брюки, вспоминали семья и Джона какого-то, да, потом происходило переключение и вспоминали другие категории, там, ну, тоже мужские или тоже женские, например. То есть, они связывали в своей памяти эти слова, то можно предположить, что это как раз такая сеть ассоциаций, да, и вот, ну, как бы, оно одно за другим тянется. Другие, у которых не развита гендерная схема, меньше развита гендерная схема, у нас уже все это есть, то есть, как раз это, ну, как особенность нашего мышления, нашей социализации. И тогда получается, что у людей, которых нет, это меньше развита гендерная схема, они по другим принципам кодировали информацию. То есть, они вспоминали предметы одежды, например, да, или они вспоминали название животных, и переключение происходило по этому месту. Соответственно, у людей, у которых была развита гендерная схема, у них хуже всего запоминались слова нейтральные, как раз этот самый воробей или какой-нибудь там спать, значит, вот они знали хуже всего, потому что вот как раз оно где-то там посередине лежит и теряется от этого. Вот, соответственно, ну, да, там были еще исследования, касающиеся вопросов самопознания, это тоже для психологов очень важно, то есть многие, может быть, значит, да, это дает мне еще какие-то преимущества, может быть, не при работе с информацией о мире, может быть, с информацией о себе. И второй эксперимент, который она проводила, там можно было нажимать на кнопку «Мое качество» или «Не мое качество», например, там, эмоциональное, там, да, «Я женщина мое», то есть мне нужно думать, там, вчера я не расслабилась и вообще очень недостойно себя вела, а вот там позавчера поплакала, например, да, то есть вот какая я после этого, там, эмоциональная или не очень. То есть, как бы, когда мы говорим о самопознании, то есть, как бы, да, о представлении о себе, вот получается, мы как раз вот размышляем, ну, то есть, как по обычному психологическому точку зрения, мы размышляем, взвешиваем, смотрим на себя с разных сторон, а гендерная схема, она упрощает этот процесс, да, то есть не нужно об этом думать, я все про себя знаю. И, ну, как бы, понятно, что это может оказываться на личностном развитии, приводить, там, к разным рост-кризисам и прочим негативным последствиям. Вот, поэтому, когда, ну, то есть, как бы, вот почему я про это говорю, да, потому что стереотип оказался в этот, ну, просто такое описание реальности, да, вот мы с вами поиграли, то есть он просто сказал, кому плохо от того, что мы разложили эти карточки, там, на одну категорию, на две категории. Но при этом вот это сам, когда сам способ вот этого мышления, кодирования, он имеет определенные последствия для того, как мы работаем с информацией, для того, как мы работаем с реальностью. И, значит, ну, так, чувствую, что я немножко не нужно выстрелиться, значит, дальше я хотела немного сказать про собственные исследования вот этих гендерных стереотипов. То есть действительно возникает вопрос, раз эти стереотипы, схемы, какие-то шаблонные представления о мужчинах и женщинах есть, то, может быть, они отражают какую-то реальность, ну, как-то, да, не просто же там у нас возникло какое-то там представление о мужчинах и женщинах. И, соответственно, большинство исследований психологических, они сконцентрированы на вопросах различия, это не только гендерные исследования, фактически любые психологические исследования интересуются различием. Так, тоже так устроил. Да вот, когда мы видим исследование, значит, то нужно, конечно, перепроверить, насколько действительно, ой, перейдите, значит, насколько действительно, ну, наблюдаемые, вроде бы, на первый взгляд, различия, насколько они действительно различны. Соответственно, вот на этом рисунке вы видите, я думаю, вы видите два распределения, значит, да, мужское и женское по фактору эмоциональной стабильности. И вот эти сведения показывают, что есть различия в среднем. У мужчин эмоциональная стабильность, получается, согласно этому исследованию, выше, чем у женщин. Это соответствует стереотипу. Ну, в целом, да, то есть соответствует. И тест про эмоциональную стабильность, то же самое получилось. Ну, значит, смотрите, что часто выпадает из поля нашего зрения. Выпадает, так называемая, площадь перекрытия. Я знаю, что это показывает или нет. То есть большая часть общая. Да, то есть большая часть вот этого рисунка, она общая. Да? То есть получается, когда мы говорим про различия мужчин и женщин, мы говорим только про вот эти два хвоста. То есть фактически, понимаете, какая вероятность у вас, вот, когда вы общаетесь с мужчиной и женщиной, то у вас больше вероятность встретить похожих по эмоциональной стабильности, чем попадающих вот в эту часть, да, чем различающихся. и соответственно поэтому, когда проводится исследование, то обязательно учитывается вот этот разброс данных. И на данном рисунке мы видим, что разброс данных достаточно большой. И о чем это говорит, да, как это перевести с цифр на нормальный язык. То есть получается, что мужчины отличаются друг от друга в большей степени, чем средний мужчина от средней женщины. То есть как бы, да, вот об этом идет речь. То есть среди мужчин вот эту разонную эмоциональную стабильность можно встретить в очень широком диапазоне, среди женщин тоже в широком диапазоне можно встретить. Вот. И сейчас современные исследования как раз сконцентрированы, то есть как бы, да, большинство современных исследований, которые изучают стереотипы гетерные, кстати, различия между мужчинами и женщинами, они, ну, очень часто приходят именно к таким выводам, да, что индивидуальные различия шире, чем групповые различия. Значит, но еще один момент. В принципе, мы можем встретить исследования, где будет, вот, да, меньшая выборка, например, используется. Ну, вот у меня, например, школа, когда студентки из студентки пишут работу, это достаточно частая такая ситуация. То есть вы видите, да, площадь, где красенка и синенькая, а вот порциональная, по крайней мере, стараться изобразить эти распределения, то есть распределение соответствует тому, которое будет на большой выборке. Но вы видите, что площадь перекрытия здесь маленькая, да, и вот тогда, при том, что средние будут такие же, как на предыдущем рисунке. То есть я вот всегда с максимальным, да, соответствую. И вроде как тогда вывод напрашивается, что действительно мужчины и женщины различаются. И таких исследований тоже достаточно много, которые именно с математической точностью вам покажут про различия и про обоснованность этих стереотипов. Но, опять же, здесь нужно понимать, что очень часто выводы делаются о мужчинах и женщинах вообще, а выборка не очень большая. И вот современные исследователи, они используют такой математический метод, как мета-анализ, так объединяют выборки из разных исследований. То есть, ну, как-то там мы там все используем примерно одни и те же тесты, одни и те же какие-то методики. И мы можем, соответственно, объединиться. Вот, значит, уже много лет, там мои студенты, например, собирают, каждого там 50 человек опросила, и таким образом у меня уже там и 500 человек, например. И есть математические процедуры, которые позволяют как раз эту картину увидеть в более общем виде. И, соответственно, тенденция к тому, что когда мы берем большие выборки, когда мы делаем выводы на большие выборы людей, то мы не обнаруживаем различий. То есть как раз они стираются. То есть, возможно, они связаны с какими-то дополнительными факторами. Ну, собственно говоря, эти факторы и есть гендер. То есть возраст, ситуация, в которых предъявляются задания, то, как сами эти задания сформулированы и так далее. Вот. Да? А сколько должна быть выборка? Ну, то есть с какого момента выборка становится, вот, грубо говоря, достаточно большой, чтобы был хитрый вопрос? Потому что, значит, ну, как получается, то есть статистически уже на 30-ти людях можно, в общем, статистические изыскновенности показать. И в хитрический аппарат, да, работе не будет, да. Но понятно, что если, как раз, если прийти к причине для этих женщин, то выводы про мужчин и женщин будут не теряться от раз. Да. А зачем? Чувствует 40 тысяч. Когда говорят о, например, национальных тенденциях, то есть масштабах страны, да, то считается, ну, как бы, здесь можно взять за основу социологические всякие критерии, не знаете, считают, что только тысяча человек будет репрезентировать что-то национальных масштабов. Но такие психологические исследования не проводятся. Например, 500 проводятся, да, вот по тысячу я отличала. Только вот за счет мета-анализ. А если мы делаем, опять же, выбор по вообще мужчинам и женщинам, ну, понятно, да, просто тут нужен анализ в разных странах, ну, без, разные дела и так далее. Вот, поэтому, как бы, да, то есть, с одной стороны, вот это вот пытается наблюдать, что стереотипы на больших выборках не оправдываются, да, то есть не подтверждаются. С другой стороны, вот сейчас, я читала как раз, когда готовилась, то исследователи пишут, что в последнее время все чаще сообщается о вот филиграбных выверенных исследованиях, которые, в общем-то, отражают существующие стереотипы, сейчас мы это пропустим, значит, существующие стереотипы, но при этом они правда, да, ну, в том смысле, как подтверждаются, то есть стереотипы. Я одна, не знаю, пошла это в статью или нет, я, соответственно, знаете, был некоторое время назад, ходили, да, вот эти картики, я забыла, китайская, по-моему, она тоже. Можем. А, допустим, спасибо. Вот, это прекрасно, я в ней, да. Вот, она, соответственно, сделала, как бы, да, графические такие работы о различиях мужчин и женщин, и у нас это, ну, будет, как кейс такой, да, то есть в Адми, значит, там, публиковал это, как, значит, история о том, чем мужчины отличаются от женщин, то есть, как бы, да, история о различиях мужчин и женщин, а Хаффинтон Пост, например, озаглавил это 9 простых иллюстраций о том, что нервном сексизме, да, потому что у нас очень разная такая оптика для восприятия этих историй. Ну, вот, смотрите, вот те картинки, которые, собственно, попадают в сексизм, ну, мы, вот, например, да, здесь мы видим, что в целом, как бы, нет четкой привязки к полу, ну, например, вот это, да, то есть это подтверждается стереотипами, что разница восприятия собственного тела у мужчин и женщин, она достаточно существенна, то есть мужчины оценивают себя более благоприятно, чем женщины, да, вот, когда смотрят в церковь. И, как бы, да, получается, что это, с одной стороны, стереотип, то есть мы, ну, как бы, да, действительно его узнаем как стереотип, а с другой стороны, исследования есть, которые подтверждают об этом много болицы, в том числе и эмфемистических работ. Другой пример, это, ну, лучшее оружие, Таня, она загладила, то есть, как бы, да, так же используют мужчины и женщины. И, то же, с одной стороны, они стеряют свой, что женщины используют слезы, как то, что воздействует на окружающих, мужчины используют молчание, да, это, так, способ, ну, тоже, как бы, наказание, да, то есть, ну, это, фактически его давление, да, то есть, было международное отношение. И это тоже, ну, с одной стороны, это стереотип, и мы знаем массу, опять же, примеров того, как они не так бы, но в то же время, как бы, да, исследований есть, которые это подтвердят. Или, соответственно, вот эта тоже картинка, да, то есть, это, ну, это вот как раз из области стеклянного потолка получается, что мы видим, что разные стартовые условия для мужчин и женщин, и это тоже некоторая реальность, которая будет подтверждаться разными многочисленными исследованиями. то есть, ну, там, по-моему, еще есть, да, про, значит, да, про сексуальный опыт тоже, то, что вы здесь сообщаете, то, да, какой он там есть в реальности. То есть, и это соответствует, то есть, тоже исследования подтвердят, то есть, есть исследования, которые подтверждают, что действительно женщины говорят о меньшем количестве, и что в реальности количество достаточно большое у партнеров у женщин сексуальных, а у мужчин, у партнеров, может быть, меньше, но сообщают они о большем количестве. Ну, то есть, там, как бы, да, вот есть какие-то исследования между тем, что сообщается, и, ну, по-моему... Ну, Microilling, тут вообще и девочки в наверх яненько поделись, и эти мальчики и девочки, точнее, вонabe все вот так одно, должно быть мальчики и девочки, здесь мальчики и девочки, а внизу только девочки, только мальчики. А-а, пом 가� Golgoth vue. Ну, зависит от ситуации, все. Да. Тут еще, кстати, так, вопрос про, ну, то есть, как бы, здесь именно про опыт, но и к тема говорим, про... Ну, да, про несообщательство. То есть, даже здесь гендерная стереотепа ее сработала. Здесь, я бы сказала, гендерно-хотир мотивы сработала, да, поскольку, какая же вещь о мужчинах или женщинах, то это таким образом будет. И возвращаясь к тому, с чего я начала, что действительно многие исследования показывают, что какие-то стереотипы верны. И тогда возникает вопрос, если какие-то стереотипы не верны, окей, понятно, зачем их исследовать, развенчивать и делать мир лучше. Но если стереотипы все время оказываются верны, то зачем, может быть, им не нужно тогда исследовать и анализировать. И если мы говорим о анализе как раз сексизма, частью которого являются гендерные стереотипы, то, собственно, я вам этот вопрос задать. Вот если эти стереотипы верны, может быть, тогда успокоятся, и знают, что мужчины и женщины разные, и в этом нет дискриминации, что нет никакого сексизма. Вопрос про рамку, которая диктует стереотипы, потом уже многие, допустим, девочки будут жевать, сейчас отгоняют этот стереотип. Моя друг говорит, что у нее, на самом деле, было три партнера, а я же знаю, что у нее 27. И происходит вот эта история. Это важный момент. Получается, что стереотипы могут быть максимально верными, но они действительно не предсказывают точно опыт отдельного человека, с которым мы взаимодействуем. И поэтому, когда мы взаимодействуем в ходе межличностного взаимодействия с человеком, или мы являемся частью социальной институции, взаимодействуем с людьми, да, или наук, то мы можем не попадать индивидуально с этим человеком, когда его опыт отличается от стереотипа. Так. И еще может быть такое, что стереотипы вернули как раз в силу макро вот этого контекста. То есть эти же люди, на которых было проведено исследование, они выросли в такой среде, где им это транслируют. Действительно, когда мы смотрим на стереотипы, на представление о том, что присуще мужчинам и женщинам, и как они себя ведут, то здесь очень часто, в зависимости от наших установок, у нас здесь специальная аудитория, поэтому, понятно, у нас это в меньшей степени срабатывает. А для людей с комисексистскими взглядами, скажем так, привешенным стереотипам, будет очевидно, что по природе свои они такие и есть, да, то есть вот и это у них есть, и вот, значит, соответственно, тут с видом по природе свои мужчины молчуны, значит, сдерживают эмоции, да, а женщины платят эмоционально. То есть как бы эти стереотипы часто выглядят как подтверждение природности, естественности, да, такого положения вещей, но это не так. То есть действительно то, что стереотипы вернули, может говорить именно о том, что есть определенные социальные условия, которые производят такую манеру поведения, да, такие качества, которые воспитываются, и демонстрируются, например, исследования. То есть в этом смысле как бы так не снимается вопрос о том, можно ли вообще с этим что-то делать, да, или не применять как реакцию. Ещё раз, какие-то идеи, почему? Имеет смысл продолжать такие идеи. Ну да, потому что если это биология, тогда и дело, да. Но на самом деле ещё же все стереотипы всё равно меняются, и поэтому просто фиксировать как некоторые нормы просто даже не получится. Если у них разобраться, как они работают, как конструирование общества, зная вот эти законы. То есть, если мы уже знаем, как это работает. То есть, смотрите, получается, что сами эти стереотипы, являясь верным неким отражением, ну, допустим, сочетаемых биологических и социальных факторов, они продуцируют какую-то практику, да, которая выглядит как естественное продолжение этого стереотипа. Но на самом деле она может быть неестественным продолжением. То есть, как-то, да, вот эти сексистские практики, которые, ну, вот, собственно, у нас там, да, разные стартовые позиции, ну, и исходить из этого, что, ну, у женщин действительно, там, тяжелее будет в своих, ну, как-то, что они не могут церевноваться, например, в беговой, да, в беговой, например, да. Но это, и, собственно, там, раздельные по полу соревнования, как бы, да, являются, в общем смысле, обоснованными. Но, возможно, и, кстати, есть такие исследования, которые говорят, что, поскольку женщины в спорте недавно представлены, то есть прогнозы, что лет через пятьдесят, то есть я читала в конце, ну, вот, они как-то говорили, что, соответственно, лет через пятьдесят они, соревнования у нас будут совместные, потому что результаты, чемпионские рекорды у женщин растут быстрее, чем у мужчин. Да, статистика, которая есть, говорит о том, что, возможно, скоро сравняется. В общем, да, и, да, получается, что даже такая, казалось бы, естественная практика, она тоже может измениться. То есть, таким образом, получается, что то, что стереотип верен, не означает, что верны последствия, которые этот стереотип создает. то есть, как бы, да, он не означает, что верен сладшейник, например, да, то есть, обвинять женщину в том, что она ведет себя так шириной, например, там, то есть, как бы, если она, ну, там, не совпадает с этой стороны. Ну, значит, соответственно, как бы, да, получается, что, несмотря на вот эти верные стереотипы, проблемы с сексизм все равно остается и оказывается важной и значимой. то есть, как бы, да, сами эти идеи, сами стереотипы для исследователей, которые изучают сексизм, интересны именно с точки зрения того, как они продуцируют какие-то способы действовать. Хотя в психологии известно, что у нас не напрямую связаны наши установки и наше поведение. То есть, как бы, да, было такое ожидание, но объяснено, что не совсем так. Тем не менее, такая связь есть, то есть, да, и она будет связана, ну, то есть, например, то, что я поддерживаю существующие стереотипы, да, я поддерживаю определенный статус по отношению между мужчинами и женщинами. И я могу при этом очень вести себя в программу существующей системы, но, например, это будет сказываться на том, буду я поддерживать какие-то дополнительные меры по продвижению, например, женщин. Или я буду считать, что это единство людей, это не отравлено. Буду ли я считать, что женщина, которая принята по программе там аффирмативных действий, как-то, да, принято на работу с поливен-либо. Или я буду полагать, что, ну, то есть, как бы, я не могу действовать, я прямую на работу, и ты меня заставит, да, это дело. Но при этом, как бы, да, вот эта моя оценка ситуации, она может, она будет очень тесно связана с вот этими вот моими установками. И, соответственно, когда говорят о сексизме, как была установка, то сначала исследователи изучали как установки в отношении женщин. И было такое предположение, что сексизм – это негативные установки по отношению к женщинам, то есть, как бы, именно дискриминация, то есть, обесценивание женщин и рассмотрение их как людей здорового сока. Значит, но сейчас, как бы, стало понятно, что ситуация не такая однозначная, как, впрочем, и с другими предубеждениями, которые у нас есть, ну, например, с расизмом, да, то есть, сейчас прямой расизм не принято выражать, так ли сексизм такой прямой, не принято выражать. И вот современные измерительные разные методики, вообще современные концепции сексизма, они, интересно, как поворот сделали, то есть, они сделали, сначала они говорили именно об отношении к женщинам, то есть, сексизм как отношения к женщинам. Но сейчас они уточняют, как раз, чтобы было больше связи с поведением, они уточняют, что это не просто отношение к женщинам, а это установка на равноправие мужчин и женщин, то есть, сексизм в современной трактовке, да, это именно отношения к равноправиям, отношения к статусу. Пример приведу, чтобы было понятно, чем разница. То есть исследовали вот как раз, насколько люди готовы, ну, насколько они разделяют идеи равенства, да, то есть, может быть, не готовы действовать в друге, если не нужно в равенстве, но насколько они согласны, что явно равенство – это хорошо и должно быть. И смотрели их стереотипы относительно мужчин и женщин. И было предположение, что те, которые против равенства, они будут женщин воспринимать хуже. Ну, то есть как бы так, какие негативные качества у них. А те, кто за равенство, будут позитивные качества. Но оказалось, что это не так. То есть оказалось, что стереотипы, они вообще, тоже такая вот неожиданная для меня была вещь, что вообще стереотипы о женщинах в целом оказываются более благоприятные, чем о мужчинах в целом. И это к Роской Думы тоже анализ показывает. То есть женщинам приписывается более социально желательные и более позитивные качества. И Элис Игли назвала это как раз эффект прекрасных данных. Дамы – чудесные, прекрасные украшения с нашей лабораторией. И получается, что эти стереотипы очень позитивные, но при этом люди не согласны, что у женщин равные права с мужчиной. То есть получается, что у циклистов вполне себе взгляды на женщин могут быть позитивными. И это первое, с одной стороны, противоречие, но с другой стороны, противоречие к пониманию самого этого феномена сексизма. Значит, второй момент, про положительные стереотипы, что-то еще было важное. А, второе очень важное. Тоже мы на практике это знаем, но вот есть еще психологические исследования, которые подтверждают, что симпатия и уважение измеряются по разным параметрам. Получается, что в исследовании просили оценить, значит, мужчин просили оценить женщин, которые работают. А с ними, ну или там выполняют задания вместе с ними. И оказалось, что 90, например, процентов мужчин выражают симпатию к феминным женщинам, но при этом их оценка уважения к этим женщинам сильно ниже. В общем, примерно так, красивые, но прекрасные, но не надо их сюда. То есть она неплохо это делает для девчонки, но все время мы ее не пустим. Так вот, вот это вот симпатия, вот это сфиксировано именно на исследовательстве. Вот, это тоже, с одной стороны грустно, но, другой стороны, мне кажется, очень многое объясняется, что действительно у нас в восприятии слитом то, что вот симпатия и уважение, но на самом деле оказывается, что это разные параметры. А можно вопрос об этих исследованиях? Как было? Рассмотрелась феерильность женщин по опросу непогенному? Нет, там глава, по-моему, была тегментально регулируемая ситуация. Там были, соответственно, мужчины, которые были эти собеседования, по-моему, с женщиной, и они были реальными спортуемыми, а женщина отыгрывала две модели более антрогидные. Те более уведения. Да. То есть ответы, которые она давала, демонстрируемые какие-то качества. Ну и внешний вид тоже, там, по-моему, разные параметры. А получается, что к более антикулитной женщине больше уважения увеличится? Да, больше симпатии. И, собственно говоря, есть еще другие исследования, что как раз сексизм очень сильно актуализируется. То есть сексистские вот эти установки, установки против правенства, скажем так, они сильно актуализируются, когда, значит, как раз, женщины в масле высокий статус. То есть получается, что вот этот высокий статус, он угрожает этому статусу. И, соответственно, запускает процессы защитные для мужчин, которые поддерживают, значит, да, существующий палат в порядке вещей. А вот. И еще. А вот там было, наоборот, в смысле, что у женщин будет симпатия, уважение, например. Ну, это, конечно, такое видение. То есть, мне интересно, если, то есть, может быть, это сагида, или, может быть, тоже это такое, типа, серия мальчик. Ну, на уровне социальной системы поддерживается идея, что там жена должна уважать мужа. То есть, когда, да, это только девочек социализирует семейную, ну, сориентация на семейную сферу, то, возможно, как бы, ну, муж, это вот, как бы, близкий человек, да, поэтому, возможно, что будет как-то более коррелью. Мне кажется, схема должна быть чуть другая. Должна женщина оценивать и мужчину, и женщину, и мужчина, и мужчину, и женщину. Я думаю, что здесь еще должно быть в каком виде деятельности, Аня, то есть, как бы, возможно, что мужчина, который как раз вот очень хорошо управляется с детьми, там, и, так скажем, может вызывать симпатию, но при этом может не вызывать женщину уважение. А может быть типичная деятельность? Да. Вот тот, который там, какую-то свою типичную деятельность, уже симпатия и уважение. Ну, это, вот это, вот это интересно, может быть, для выстыганных, вот, но показанных, может, они и есть, то есть, прям, у нас не попадались такие работы, вот, когда я этот материал в спирал. Вот, то есть, возможно, что не зеркало. Несколько не скажешь. Значит, про уважение, как я сказали, так, что-то еще важное. Ну, да, и, собственно, так, да, и тогда, собственно, как раз исследователи, которые изучают сексизм, они говорят, что получается, что на современном уровне развития социальных всяких отношений, особенно за рубежом, оказывается очень сложно этот самый сексизм поймать, потому что, значит, его не принято явно выражать. то есть, как бы, это, ну, как бы, да, такое, тоже некое новшество, которое есть в обществе. И, поэтому, там есть, например, разные концепции, там, современного сексизма, по аналогии с современным расизмом, или, там, неосексизмом, да, другой опросник есть. И ключевая идея тоже, которая, ну, как бы, да, не совсем очевидна, но, оказывается, очень важна вот в этом концепте сексизма. Идея, что вот в этом современном сексизме, или неосексизме, ключевым параметром становится не пренебрежительное отношение к женщинам, или не обесценивание женщин, а обесценивание идеи равенства, то есть, как бы, когда говорится, что женщины уже всего добились, когда уже разница достигнута, и женщины близки зря требуют чего-то там. И вот это оказывается, да, то есть, вот этот вот современный сексизм, он, оказывается, коррелирует, соответственно, с традиционным сексизмом, то есть, когда эти два параметра оказываются взаимосвязаны. И чуть позже появилась концепция Фиск и Глика, которая, значит, теория амбивалентного сексизма, и вот там много сейчас работ в этом, но их выполняется. Значит, они разделяют гражденный сексизм и доброжелательный сексизм. Ну, гражденный, очевидный, как бы, да, то есть, я постаралась не собрать все, в общем. А доброжелательный – это вот это самое рыцарское поведение, да, и мне в этом смысле эта картина очень нравится, то есть, она там все еще привязана, значит, что они там не выясняют свои отношения, но все ради нее, скажем, да, в урографии ее спасения. Вот, соответственно, действительно получается, что вот этот доброжелательный сексизм оказывается достаточно новым таким финансом, но при этом он нам хорошо знакомся, я думаю, значит, и, ну, как бы технологически Глик и Фиск включают сюда следующие параметры. Они говорят о доброжелательном сексизме как о таком паттерне идей, о таком наборе идей, которые включают в себя идею взаимодополнительности мужчин и женщин, да, доброжелательный сексизм – это про взаимодополнительность мужчин и женщин. Это про обязательную гетеросексуальность, но здесь даже не столько про сексуальную рентакцию, сколько про то, что необходимо очень близкие эмоциональные отношения с мужчиной. То есть такое про интимность в животном смысле слова, да. Ну, то есть это всякие вот идеи про то, что, значит, женщина без мужчины не может находиться. И, соответственно, третий момент – это паттернализм. Паттернализм. То есть это позиция вот такая, кстати, не ощущающая, но при этом вышестоящая. Более поздние исследования показывают, что паттернализм он тоже бывает такой, как бы, да, лиминантный. Может быть, когда посмотревается женщина по аналогии с детьми, то есть когда она достаточно компетентна, и поэтому им нужен мужчина, который будет, значит, за ним присматривать и защищать, обеспечивать. И есть благожелательный паттернализм. И вот как раз это самое, опять же, рыцарское поведение. То есть женщин нужно любить, беречь и защищать. И, значит, соответственно, получается, что, когда эти два, то есть доброжелательный сексизм, он выглядит как более позитивное отношение к женщинам, и поэтому тоже не воспринимается существует как сексизм, и при этом он более охотно транслируется, демонстрирует, то есть он меньше скрывается. И, ну, на всякий случай я прибыла там, например, это как раз «Ик» и «Физк», которые сделали пункты, которые входят в эту шкалу бронетельного сексизма и доброжелательного. Ну, тут еще работает он переводом, извините, мне не все здесь нравится, но мне кажется, что здесь как раз такие неприятные, в смысле понятные вещи со звездочкой в конце – это обратный пункт, то есть, как бы, да, согласие с ними будет означать низкий сексизм, то есть как-то немногие женщины получают удовольствие, как это вражденный. – Это именно вражденный? – Да, это вражденный, да? – Я бы… – Я бы, я бы не помню, я бы не… – Даже сейчас посмотрю, что это вполне равное требование для мужчины – это обратный практически немногих женщин. Ну т.е. Как-то не так… Потому что это если вер vaccnan к рожденным сексизм – это не такой скрытый сексизм? Это как бы это… – Не-нет, это все про вражденный сексизм, просто сами подтверждения, толькоonta mozzarella. – М noticeable, это не обратный вопрос? – Это обратный вопрос, обратный из различин. – Т.е. если он отвечает «Да», это низкий сексирование искусств. – Да, низкий разрешение. – То есть, со звездочкой – это обратный пункт, то есть, как-бы, согласие с ними – это неский ситуcm всегда враждебный сексизм, а все остальные согласят им место в высокий враждебный сексизм. То есть, что это женщин склонны к языке ни, что предкрытие требований равноправия, залежает на себя политическую выгоду. То есть, опять же, это не столько про женщин, про характеристики женщин, столько про эту позицию отношений и равенства. Но они такие достаточно очевидные. Доброжелательный сексизм, тут уже из-за патернализма с ромой, с интимностью и, соответственно, с гендерными всякими этими мериклями. Женщины чисты и непорочны, например. Мужчины полноцетные и без женщин – это отравно. Доброжелательный сексизм. Женщина должна быть возведена на пьедестал. Все эти красивые вещи. В одном из исследований я читала, женщины предлагали описание мужчин. Явного сексиста, доброжелательного, в смысле явного враждебного сексиста, доброжелательного сексиста и не сексиста. То есть тот, который не разделяет эту систему взглядов и который выступает в целом за равенство. И, конечно, тут вполне ожидаемые результаты. То есть наиболее высокие оценки, вот как раз в случае мужчины, из-за симпатии, получил не сексиста. То есть такие мужчины и женщины нравятся. Значит, наибольшие враждебные сексисты, такие не нравятся. Но вот доброжелательный сексист, он получил тоже высокие оценки. То есть такие тоже симпатичные мужчины. Но и да, при этом многие женщины выразили сомнение, что эти доброжелательные сексисты могут разделять те людей, чтобы рождать эту сексисту. Но исследования показывают, что это два связанных параметра. То есть что они вместе присутствуют и очень тесно коррелируют друг к другу. По сути, как бы, а это все про поддержание, опять же, существующей системы. Вот. И здесь тут, может быть, не очень хорошо видно. Это такое как раз исследование кросс-культурное. Значит, вот они показывают, что как раз, ну там, значит, вот белые столбики это мужчина, значит, нев świeформодные женщины в разных странах. То есть первый рисунок, это, значит, они выстроены как раз с точки зрения выраженности враждебного сексизма у мужчин, то есть стран, как мы можем посмотреть там Куба наеводный враждебный враждебный сексизм у мужчин, а в США и Нидерланды, значит, соответственно, менее вырожденный враждебный сексизм. И вы видите, что у женщин враждебный сексизм в отношении женщин, в отношении равенства, тоже достаточно тесно связано с показаниями по мужской выборке, то есть это тоже такое, знаете, было исследование, где описывалась ситуация, где мужчина проявляет какие-то, делает комментарии о женщине при приеме на работу, и где женщина делает такие же комментарии по отношению к женщине. И получается, что в ситуации мужчина и женщина мы видим, что это сексизм, а в ситуации женщина и женщина мы видим, что это сексизм, и мы видим, что это тоже дискриминация, что это тоже про неравенство. И, соответственно, получается, что у женщины вполне тоже распределять ее рождественные сексизмы по отношению к женщине. Но внешняя картинка – это вот этот самый благожелательный сексизм, и вы видите, что женщины во многом больше сексизм, чем у мужчины, но в целом тоже коррелирующие вещи оказываются. Значит, соответственно, что-то еще я можно хотел сказать? Ну, наверное, да. Ну, и вот там последний, наверное, ссылай, значит, соответственно, на что меня еще заинфицировало, ну, опять же, звучит этот вопрос, а как же мужчины? Звучит исследование в том числе. И Глик и Физк сделали дополнительный опросник про, значит, вот эти установки в отношении мужчин. То есть, значит, как бы, да, тоже получается есть враждебный сексизм в отношении мужчин, когда мы считаем, что мужчины используют свою власть, доминируют, склонны подавлять женщин, насилуют женщин. Ну, то есть, как бы, тоже это, с одной стороны, реальность, с другой стороны, это некая установка, что мать не идет покой. И есть вот этот благожелательный, опять же, сексизм в отношении мужчин, что мужчины рыцари, что мужчины, значит, придут и всех спасут, и они заботятся, значит, так, о женщине. И вот, когда я читала эти утверждения, то есть, с одной стороны, утверждение из гражданного сексизма, но это типичное утверждение, которое приписывают феминизмам, то есть, как-то, что все феминистики думают про мужчин именно вот так. Но что меня поразило, мне приписывают, что их исследование было показано, что как раз именно женщины с традиционными взглядами больше придерживаются и благожелательного сексизма в отношении мужчин, и враждебного сексизма в отношении мужчин. То есть, получается, что, опять же, они потом интерпретируют, мы действительно в культуре, даже в нашей мы это видим все время, откуда берется идея, что мужчина голова, а женщин шире, да, что напрямую с мужчиной конфронтировать нельзя, да, это опасно. И, как бы, поэтому, в целом, в целом, женщины ждут от мужчины подоха, да, значит, соответственно, но есть вот эта надежда, что можно от него добиться и в, ну, как бы, позитивном взаимодействии. И вот, соответственно, эти же страны в отношении, значит, вот этих установок в адрес мужчин, получается. И, в общем-то, как бы, получается, ну, здесь зеркально по понятным причинам, но тоже вот очень интересно, да, что именно женщины, получается, придерживаются, ну, дают большие показатели по враждебному, значит, сексизму в отношении мужчин, чем мужчин, то есть, очевидно. Но я имею в виду, что вот этот показатель 3.5, значит, что он выше, чем на этом рисунке, да, то есть он, как бы, получается, по сравнению с этой средней, да, так, средний показатель не выше. Вот, ну, как бы, да, то есть вот получается, что парадоксальным образом, хотя, может, и не парадоксальным, то есть это, в общем, в логике самой этой теории сексизма вполне обоснованно, получается, что, значит, эти вот, как бы, да, сами параметры друг с другом связаны, и что они разделяются мужчинами и женщинами, значит, да, что есть страны... Да, вот еще вот важный момент, почему про эти страны в отношении друг к другу, потому что они еще анализировали, брали в качестве показателя индекс гендерного разница, который вот посчитывается на уровне страны, то есть, как бы, да, это индивидуальные представления, но они коррелируют с тем, что происходит в стране, то есть, как бы, да, соответственно, стран, у которых сексизма больше, по этому поводу минусу равенства, они, очевидно, меньше, то есть это потому, что эти представления, они играют роль не только на уровне межличностного взаимодействия, но и на уровне макро-троцесса, в том числе, как бы, да, и на уровне макро-троцесса, а, в пинокс... я забыла, как вам сказать, это индекс гендерного права, да, если вы... Слушай, я посмотрю, как бы, интересно было бы, вот, да, то есть, вот, например, в Кубе, ну, вот так, мы не знаем, что Куба-пионер, вот, ну, Россия не не нравится. Да, 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 я вот очень... А почему тут все все, да? Ну, вот, это Куба, ну, грубо говоря, я вижу, что, значит, в Кубе, что очень высокие уровень рожденности, это отношение женщины прямой и не прямой, и женщины тоже врождены в отношении мужчин, и... Да, мужчины, в принципе, рождены, потому что они не знают, что мужчины агрессорны. Да, вот интересно еще посмотреть, вот, как бы, например, это как-то связано там со статистикой изнасилований, там, ну, или, как бы, ну, с какой-то социальной статистикой, как бы, связано ли, ну, то есть, связано ли это с... Ну, вообще, они это осуществляют, они... Я не говорю, что проводят такое следование, но они это осуществляют в терминах идеологии. Вот еще один, например, привезу и захочу, как бы, да, что оказалось интересно, они, значит, понятно, когда мы говорим о стереотипах, то мы говорим о мужчинах и женщинах вообще, но в жизни мы так не говорим. И, собственно, вот это противоречит, то есть, как можно одновременно возводить женщин на пьедестал и в то же время не давать им этого самого района, да, за счет того, что мы в нашем сознании разделяем разные группы женщин, то есть, как, да, хороших женщин мы возведем на пьедестал, плохих женщин мы не допустим никуда и взлать им накажутся. И с мужчинами, в принципе, такая же история получается, да, и хорошие мужчины, которые рыжутся, есть плохие, недостойные мужчины, которые нас насилуют траверсы. И, как бы так, когда исследовали, как происходит вот эта категоризация, то возникло предположение, что для сексистов для них более важно будет вот это дифференцирование, что, ну, как бы, да, что сексизм, там, инвалентность, да, она срабатывает за счет того, что, двойственная, да, срабатывает за счет того, что мужчины видят много разных групп женщин, то есть, как бы, да, что они каждый раз, каждой женщине подходят, как бы, условно индивидуально, да, то есть, вот, это кто сексист? Да, в сексисте. Те, кто, у кого есть неиспражненные и многожелательные. Они больше категоризуют или, наоборот, они больше категоризуют, и оказалось, что они категоризуют более полярно. То есть, вот это тоже то, о чем пишут феминисты, работают, да, такой синдром святой рудницы, да, то есть, как противоположный образ. И это тоже следствие вот именно сексизма, как определенную систему татановки. То есть, он и продуцируется культурно, да, и закрепляет наоборот нашими двойным созданиями. То есть, вот эти как раз делили тут женщин по, например, не сексисты, а еще не менее выраженные, там, в казательной отношениях. Они использовали скорее категории одноплановые. То есть, вот есть милые женщины, есть симпатичные женщины, есть, значит, там, женщины, с которыми приятно их сделать. То есть, как бы, да, то есть, они категории, как бы, вот этими жилищностными направлениями. То есть, успешные женщины, то есть, да, они же не делают этого противопоставления. И, собственно, к вопросу Мики, да, про статистику насилия, то я думаю, что как раз получается, что она, как она сможет быть высокой в культуре, с высоким сексиемом, именно потому, что там будет вот это деление. То есть, как бы, да, там есть, ну, примеры жизни приведом Майкнижен. Значит, у нас есть филиал в славном городе Ташкенте, и в славном городе Баку. И вот в Баку очень интересно наблюдать, как наши коллеги, как с нами приезжают, у нас там хиологи, психологи, то есть, женщины разного возраста, вот, и они говорят, «Боже, мы здесь настоящие мужчины!» Потому что очень обходительность, ну, очень все это галантно, и тура. И Сильверман, ну, то есть, ну, первое, что обращаешь внимание, это, значит, как бы ты заходишь в метро, и мужчины все вскакивают и уступают к тебе месту, то есть, как бы, да, а там очень… то есть, я как раз прочувствовала, ну, часто уже обсуждают этот вопрос про то, хорошо, если мне не очень хорошо выводить уступать здесь. В Баку это очень плохо, потому что в Баку не принято отходить от дверей, то есть, как бы, и не принято спрашивать, выходит ли вы на следующее, то есть, там нужно, как бы, вот, проскальзывать и внутрь, и наружу. И поэтому, когда я человек неопытный, он будет в этом в Баку, я стараюсь стоять возле двери тоже, то есть, что вы не обрислили. А меня все, значит, проталкивают в середину и говорят, садитесь, пожалуйста. Ну, получается, я, оказывается, не буду в этом положении. И, действительно, женщины сидят, в основном, как бы, да, вот эти середины мужчины просто стоят. И вот, и при этом они, как бы, да, не замечают вот этих вот обратных составляющих, то есть, вот именно за счет вот этой галанты культуры. Но, действительно, в какой-то момент сталкиваешься с тем, что мужчины проявляют, ну, они достаточно вежливые, проявляются прямо как бы, да, но настойчивые, значит, проявляют интересы. И вот в этой ситуации оказывается полезным иметь защитника. Вот, например, там, моя пакетская подруга, она меня учит, да, что, вот, если там, значит, к тебе как-то нехорошо обращаются, ты посмотри на него и скажи, у тебя что, сестры нет, матери нет. То есть, как бы, это его, значит, поставить на место, да, то есть, касать ему просто, что мне неприятно, это не сработает. Вот, то есть, получается, что, ну, и вот еще один такой тоже пример, здесь тоже, значит, история, что мы приехали в машине, и водитель ругался маном, ну, за дорогой, значит, там, действительно, очень сложное это вовождение, и я все равно тихо, как раз, у меня в целом уже не все было, но мне не все хорошо. А, значит, мужчина, с которым я езжу, он этому водителю говорит нехорошо, а кто может с женщиной ругаться маном? То есть, он мой защитник, да, получается в этой ситуации. И я вот задумалась, то есть, что вот, как раз, вот эта функция защитника, она очень тесно связана с вот этой, ну, агрессивной средой, да, и получается, что, чтобы больше цениться защитник, нужно наращивать и агрессию тоже, то есть, как бы, иначе его функция, ну, его, как-то значимость пропадает, да. И вот, соответственно, возвращаясь вот к этим моделям, то и получается, что в ситуации глухожелательного сексизма агрессия и насилие должны быть только, да, реальной оброзой для того, чтобы вот это позитивное тоже ценилось и воспринималось как значимо. Но при этом они, действительно, как вот, 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 две стороны одной, извините, вас немножко задержала, примерно это все же, что я хотела бы сказать про сексизм. Значит, просто интересно, на русском языке, к сожалению, есть буквально одна книга с ужасным переводом, тот Нейтсон «Психология предубеждений». Она достаточно давно вышла, и у нее есть глава сексизма. То есть они как раз очень подробно рассматривают разные всякие исследования, но переход, правда, очень коряк, очень слабый. Ну, на английском языке Велик и Ефиск, наверное, такие ведущие сейчас. Эксперт Велик и Сюзен Фиск. Они имеют в виду еще абсолютно в облах середина. Но есть и другие модели, то есть я как бы вот это буду проводить, пожалуйста. Вот, спасибо большое, есть какие-то вопросы? Да, спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ